Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Один человек погиб и еще 11 получили травмы в аварии, которая произошла сегодня утром на территории Мозырского НПЗ. По предварительным данным автобус МАЗ перевозил по территории завода работников предприятия. Кроме водителя в салоне находились еще 12 человек. В пути следования на пересечении дорог многотонная спецустановка на базе грузового Мерседеса не пропустила идущий по главной дороге автобус, в результате чего и произошла авария. От удара одного из пассажиров выбросило через окно, а затем автобус опрокинулся на бок, придавив мужчину. Он погиб на месте. За медицинской помощью обратились 11 человек, находившиеся в салоне. Водители не пострадали. На месте происшествия работает следственная оперативная группа, опрашиваются очевидцы. Для оказания практической помощи на место выбыли специалисты Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудники специализированного отдела следственного управления ОСК. Следователи совместно с экспертами и сотрудниками ГАИ провели осмотр места происшествия. Допрошены очевидцы. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. То есть нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела продолжается. И, к сожалению, это не единственная трагедия, произошедшая на дорогах в последние дни. Под Рогачевым в лобовом столкновении с МАЗом погиб водитель грузового микроавтобуса. В минувшую пятницу утром на автодороге Кричево-Бобруйский-Воцевич и 42-летний житель Калинковичей, управляя микроавтобусом «Мерседес-Бенц», не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ. От полученных телесных повреждений водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. В конце прошлой недели также зафиксированы несколько аварий с участием автотракторной техники. Житель деревни Туровичи Калинковичского района, двигаясь по полю на тракторе МТЗ-82, опрокинулся в мелиоративный канал. 45-летний мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия. Следственная оперативная группа проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Днем ранее в Канаве оказался трактор в Хоникском районе. В деревне Козелужье грузовик при совершении обгона совершил с ним попутное столкновение. В результате происшествия 51-летний тракторист был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. В Гомеле спасли курильщика. Пожарные вынесли его из горячей комнаты общежития. Потребовалась и эвакуация соседей. Вчера вечером в общежитии на улице Бориса Цариков в одной из комнат на девятом этаже загорелись постельные принадлежности. Как сообщили в МЧС, по всей видимости, мужчина курил в постели. Спасатели буквально вынесли хозяина из горячей комнаты на руках и передали медикам. 70-летнего мужчину с ожогами предплечья и левой голени госпитализировали. Из-за большого задымления пришлось эвакуировать и соседей по этажу. Всего 10 человек. Медицинская помощь им не понадобилась. Пожар ликвидирован, повреждены постельные принадлежности и закопчены стены. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габриилев. Благодарю за внимание. До свидания.